здравствуйте геннадий виктор и добрый день приветствую уважаемые подписчики тоже вас приветствую рад вас видеть слышать благодарим вас сразу за комментарии за то что вы поддерживаете нас и распространяете видео геннадий викторович на протяжении двух недель мы не выходили в эфир у меня накопилось ряд вопросов это начиная с господина зеленского которая была поездка в америку встреча с президентом сенатом конгрессом много чего было интересного скажите а во время встречи не было запланирована какая-то может быть тайная встреча с лидером либретарянской партии украины геннадием балашовым не даже не надо тешить себя иллюзиями для офиса президента балашова не существует они свое черное дело сделали еще больше года назад когда сделали заказ своему правду доску прокурору чтобы завести кучу уголовных дел и фактически сделать невозможным даже пользование моим имуществом поэтому для них вообще политические оппоненты не существует они с ними не встречаются зеленский с ермаком сделали кошмарную вещь они выключили из принятия решений а самое главное не принятие решение принимать решение им придется а выработки решения все политические силы все политические группы общественные организации и они слушают только тех кто им дает деньги еще вот им дают деньги кто там байден обещает дать сенаторы вот они с ними общаются остальные люди для них не существует это люди за деньги им платят они общаются в офисе президента с теми кто приносит деньги кто добывает деньги а весь остальной процесс они выключили потому что почему-то посчитали что государство это большая кормушка из которой они имеют право брать свою долю как победители поездка зеленского и встреча с людьми сенаторами выступления в оон как вы считаете это была успешная поездка на полу дает свои результаты для развития украины для того чтобы в конце-то концов одержать победу или хотя бы получить какой-то перемирие на какой-то промежуток времени для того чтобы сплотиться и в общем-то надеяться на какой-то результат вообще положительно или больше она все-таки отрицательная а мы ничего и не услышали толком принципе нам что-то там дают оружие что-то он там выступил мы только визуально видим кулуарные какие-то беседы а какие у них могут быть беседы как вы там с коррупцией разбираетесь когда уберете коррупцию своей стране переживания дадут атакам с или нет но мы видим что сейчас уже не принимаются во всяком случае нам не озвучиваются судьбоносные решения которые действительно касаются каждого гражданина украины мы видим безудержный пиар администрации президента или офиса президента сама себя съемка хождение в военной форме ну и в общем то все что мы видим а судьбоносные решения война и мир потому что на первый план все равно для граждан украины выходит мир или война мир с потерями территорий а это сейчас уже остро стало это что между строк я прочитал из разных источников что украину в кулуарах наверно таки говорят что а ну давайте окапывайтесь а большому счету я это даже начал об этом говорить и даже боялся об этом говорить что надо окапываться и заниматься экономикой то есть финансовым раем 5 10 для украинцев чтобы было хорошо жить права человека защищать но окапываться на той территории которые но тут слышу и уже и шмыгаль об этом заговорил а раз шмыгаль заговорил знаешь кто-то из европейских лидеров ему подсказал давай уже зондируй почву окапываться и по сути украину подводят сейчас медленно к тому что она должна заниматься обороной окапываться воздвигать стену но вчера у меня выработался сюжет со скотным двором между своим скотным двором и их скотным двором эта стена пройдет наверное по линию раздела того самого суровикина и доктрине герасимова то есть под диктовку российской федерации и первый шаг который мы увидим наверное это будет все таки какое-то перемирие с отторжением территории вопрос каких потому что я боюсь что они теряют еще и сухопутный коридор потому что вот это вот застрял на бахмуте и президент сказал что будет наступать на бахмутском направлении еще два каких-то города я здесь не услышал уверенности а юг украины сухопутный коридор вы будете перерезать или нет то есть что-то об этом они начали молчать усиленно решение возможно отторжение этих земель плане взятия под контроль начале россии ну а лет через два-три станет вопрос о формировании не части российской империи а скорее всего одного государства и по какой-то восточной украины решение даже подумать где они могут столицу устроить решение наших властей они не всегда совпадают эти решения с волей народа мы видим о том что война которая началась в украине власть не совсем была готова но даже иностранные агентства не могли дать победу украине давали несколько дней оказалось так что сам народ был против этого всего и сам народ стал на защиту и сегодня довольно таки неплохо отбил российскую армию может ли быть так что власть примет решение окапываться а армия все-таки будет держать свое и сами воины будут одерживать победы независимо от указаний сверху победа это что мы ждем вопрос что такое победа взятие села работина взятие бахмута что такое победа в войне потому что мы выигрываем сражение за сражением как мы видим по реалиям и докладом людей но мы не видим победы в войне как можно выиграть все сражения и проиграть всю войну поэтому мы сейчас видим о том что администрация президента или ОП фактически потеряли контроль и над армией над чаями народа и делаются заявления которые не совпадают с фактами то есть они говорят одно а по факту происходит другое мы сами видели как советники президента типа подоляне говорит о том что будет в крыму уже летом а сейчас уже говорят долгосрочная война а завтра они скажут что-то новое но это все не соответствует реальностям потому что наверное все таки те тот кадровый потенциал который создал сегодня зеленский он ему не докладывает вот ты говоришь власть не было готова а мы знаем что буданов был готов взял чемодан и ушился вместе со своими замами помами вместе с деньгами а потом вернулся через неделю так что сказать что власть была не готова была готова ты прав что они не смогли пройти в киев потому что народ стал но скорее даже не народ а скорее все таки армия сосредоточилась на направлении не дать киев и опять это заслуга военных наверное в том числе из-за лужного потому что теми ограниченными ресурсами которые у них были они могли защитить киев а народ участвовал и все а что делала власть ну как говорят очевидцы она была выключена им никто не подчинялся в этот момент они сидели в бункере в администрации президента окруженными войсками и ждали дойдут или не дойдут поэтому возникла потом эта идея подоляки наверно или подляки как моей поэме написано а что же ты делал в начале войны а не сбежал и это достижение вчера по сети разошлось большое письмо в котором описано практически все пункты и там указаны даже номера законов которые необходимо принять верховный рад украина значит ли это то что все таки деньги и помощь украине будут выдавать не как раньше под честное слово доверие а четко контролировать выполнение задач потому чтобы сделать более либо либеральным общество украине и если вы читали это письмо те пункты не кажется ли вам что это как будто бы сарасяцкая школа подготовила письмо и через посольство америки она вернулась к нам обратно потому что там вроде как о развитии не пишется о чем вообще это письмо что это за контроль и что это за движение в европу я не читал и заявление самого зеленского ермака кто там делает заявление я не слышал чтобы они хоть что-нибудь хрюкнули про экономику ничего этого нет и поэтому остается невнятная политика и когда мы все-таки ставим вопрос а кто же против нашего против борьбы с коррупцией кто против вступления в нато и вес приходишь к выводу администрации президента потому что они не заинтересованы в изменении политической ситуации вот если мы выгодополучателей всех возьмем судей прокуроров чиновников администрации президента и правительства они не заинтересованы во вступлении в они заинтересованы об этом говорить но абсолютно не заинтересованы во вступлении потому что это разрушит их финансовые потоки это разрушит саму систему государства это как будто бы на скотный двор зайдут люди а когда люди зайдут а по-скотски жить уже нельзя будет а привыкли жить по-скотски вот наш скотный двор принципе функционирует отлично у нас есть хряк наполеон который забрал всю власть у него есть пару бультерьеров собак которые могут загрызть любого и принципе какой евросоюз при смотрящих пока есть смотрящие в администрации президента за правоохранительными органами но никакого евросоюза быть не может неважно какое письмо какой законопроект они примут пока сохраняется сама структура о п не все она будет всегда против вступления веерс потому что в ес действуют законы у нас телефонное право выборы в украине когда мы об этом говорим выборы возможно или нет потому что я понимаю так что европейские страны настаивают об этом и в канаде господин зеленский заявил что они возможны как вы считаете будут ли это все напрягаться ситуация с выбором и и почему какая-то школа которая связана с шабуниным и прочим похожими вот ребятами с школы сороса они почему-то стали на защиту говорят что выборы военное время невозможны и в общем то надо отменять и жить при этой власти терпеть их еще непонятно какое количество времени а если так то мы понимаем никаком перемирии ни о каком никаких договоренностей и речи быть не может я думаю сейчас мало кто знает вообще будут выборы или нет потому что плана четкого нет но распоряжение от администрации президента исходят противоречивы то есть одной стороны они начинают шерстить партии с другой стороны но приводить их в порядок начали появились заявления о том что надо сменить руководителя цк центральной избирательной комиссии то есть это все символизирует начало избирательного процесса а с другой стороны заявление вот таких людей на на говорит о том что у них просто партии нет они знают с кем идти никто не готов к выборам по большому счету к выборам на сегодняшний день никто не готов поэтому они могут говорить о том что а может и не надо проводить а может люди боятся брать ответственность потому что очень серьезное время во первых это война во вторых у нас отсутствие абсолютного бюджета в нашей стране непонятно что делать с людьми непонятно как сделать к с экономикой как отдавать свободы такое сложное время как сейчас то есть брать на себя ответственность такое время граждане много любежит рынок берут безответственные люди поэтому об этом сканя они думают последнюю очередь и только тогда когда захватят власть когда захватят вас и начинают всем остальным говорить об ответственности снимая себя всякую ответственность поэтому когда идут по власть об ответственности никто не думает. Если бы тот же Шабунин шел во власть, становился депутатом, лидером партии, хотел каких-то изменений политических, он бы шел в парламент по-любому и во власть. Но вот эти все борцуны с коррупцией, они очень комфортно себя чувствуют на грантах. Вечные борцы с коррупцией. Поэтому выборы это не их. Их это преследование чиновников, шельмования и получения новых грантов. Ну и контроль, конечно, общественный, который они осуществляют. Спасибо им большое за вот этими всеми вурдалаками, но по большому счету они часть системы, которая удерживает систему. То есть убери Шабунина вместе с его Камарилией. Там кто-то должен быть на этом фланге. Эти самые безобидные. Потому что они не претендуют на власть. Они претендуют нападать на власть. Это те люди, которые, наверное, боюют в большей степени со следствием. И очень выгодно им бороться со следствием. Но они не видят причину. И, по-моему, отсутствие абсолютно у них идей по поводу того, что является причиной возникновения данного следствия. В животном бы мире я бы их отнес к шакалам, которые питаются падалью. А на настоящего врага леса они его даже не видят. Они даже не думают о нем. О причинах коррупции. И не изучают этот процесс. По большому счету все страны Европы побороли коррупцию своим способом. Они устранили причины коррупции. Поэтому, наверное, коррупция существует у них. Но она под таким жестким прессом находится. Не сама коррупция, а потоки денег. А так как у нас потоки денег открыты, заходи, бери. Самое главное, чтобы у тебя была власть. То и остановить коррупцию Шабунины не смогут. Они добивают ослабших, отставших, зазевавшихся. Ну, фактически действуют как санитары леса. Они часто говорят о том, что надо изменить систему. И вот вы говорите, есть хорошие примеры у мира, как можно построить нормальную систему устройства общества. Они говорят, что мы берем какие-то законы и применяем на нашу жизнь, на нашу страну. Почему не берут они свободную экономику других стран? Почему они не смотрят на тот же самый Сингапур? Почему не смотрят на развитые страны, где отказываются от государственной собственности, от государственного регулирования, когда государство занимается не экономикой, а исключительно политической деятельностью? Почему выбирают только самые худшие варианты экономического развития страны? Ну, потому что, наверное, все-таки бюрократия захватила мир. Бюрократические мощные системы руководят Евросоюзом и достаточно успешно. Бюрократические системы руководят Соединенными Штатами Америки. Но никто просто не посмотрел в корень, что всю эту бюрократию можно было посадить за огромные деньги на контроль за потоками и организовать только при наличии денег на территории. А так как у нас наличия денег на территории не было, то насадить нам европейскую бюрократию мы не можем. Поэтому государство все время загоняется в долги европейской и американской бюрократии через займы, помощи, потому что все вот эти вот соросовские организации, так сказать, первичный вход в страну, это финансовые спекулянты. Они идут на финансовые спекуляции в разных отраслях и вкладывают деньги там, где огромная прибыль, и они фактически сопровождают вхождение финансов и первичную приватизацию. Поэтому у них нет вообще никакого интереса в свободной экономике. Вот смотри, зерновая сделка, да, вся, которая работает на вывоз, она работает ради отмыва НДС. Ну потому что чем больше вывез, тем больше получил возврат НДС. И оказывается основными трейдерами, то есть скупщиками фактически, это не фермеры отдельные, а скупщики, большие зерновые компании, включая государственную зерновую компанию, она, по-моему, третья по размеру в этой всем бедламе. И для них действует целое государство. Сам Зеленский поссорился с поляками из-за этого зерна. Только для того, чтобы финансовым спекулянтам вернуть 20% НДС. А туда входят и Костюки, и Веревские, и все наши зерновые олигархи, трейдеры фактически, и к ним добавляются еще финансовые спекулянты больших зерновых компаний. И вот они на это настроены. По сути, чистить бюджет. Оказывается, с одной стороны, помощь, там заработать на посредиществе процент-два, а потом получить возврат НДС опять, потому что их эта система устраивает. Я даже в ужасе подумал, мы там бьемся. Вот если сравнить, да, жизнь рядового украинца, обычного, до войны, и рядового россиянина. Она одинаковая. Но есть некоторые особенности. Рядовой россиянин платит 13% налог НДФЛ, а рядовой украинец 19,5%. И ты так думаешь, хрен его знает, за что мы воюем. За свободу? Или за территорию только? И когда ты посмотришь на эти территории, о которых сейчас Работина, а до войны кого-то интересовали эти Работина, закрытые шахты, обезлюденные территории, что там никого не было. А началась война прям во всех сводках. И россиянам это надо зачем-то, и украинцам это надо зачем-то. А ты понимаешь, а перед войной никому не надо было. Ну, то есть гражданам. Это надо только государством, чтобы свои амбиции удовлетворить. И получается, что наши страны, как сиамские близнецы, постсовка. Скотный двор напал на скотный двор. Вот. А как защититься от скотного двора? Надо людьми становиться. Надо людей на ферму пускать. Но офис президента оскотинился и не хочет пускать европейских людей на свою территорию. Поэтому у нас появляются саросята, ты говоришь? Поросята. Финансовые поросята. Вы говорите сейчас об экономике, и мы плавненько переходим все-таки в решение вопроса по бюджету. Сейчас у нас все эфиры будут забиты, когда будут растягивать статьи бюджетирования и распределения денег. И вот я вот посмотрел здесь, и в государственном бюджете забиты доходы на НДС. Доходы на прибыль будут составлять больше, на 73,6%. На НДС плюс 21%. На предпринимательские действия это плюс 56%. И акцизный сбор увеличивается на 51 миллиард. Это больше 35%. И в тот же самый момент мы видим падение экономики на 30% в этом году, по сравнению даже с предыдущим годом. При этом всем власть говорит, что инфляция будет маленькая, рост будет 5%. И при этом всем налоги повышаться не будут. Вот эти суммы, которые сейчас озвучены, увеличение сбора налогов со своих границ, граждан, откуда мне будут браться? Или это будет суперинфляция огромная, или тогда государство врет? Врет. А никто не знает, как они считают. Как-то они считают это. Я не знаю, откуда они берут эти цифры. Ну, просто не знаю. Никто не знает. Появляются цифры, они не соответствуют реалиям. Единственную цифру, которую я могу взять и как-то анализировать, это общий ВВП. И то общий ВВП, если нам дают там 200 миллиардов, наверное, надо в него включить, что нам оказали огромную помощь. И как бы пересчитывать его надо на текущие цены. Но это единственная большая цифра, которую можно еще как-то анализировать. А анализировать бюджет, это вообще невозможно. С чего он состоит? Потому что если у нас золотовалютные резервы увеличились там с 25 до 40 во время войны, то ты понимаешь, что это же не деньги, а это займы. То есть увеличили. А кому их раздают? Потому что их подменяют финансовыми бумагами. Займами правительства. То есть мы знаем, что правительство берет в долг. Но прячет это под в золотовалютных резервах. Как это анализировать? Вот у меня знакомый позвонил, говорит, меня пригласили в приватбанк государственный теперь и предложили взять кредит под 25%. Он говорит, вы с дуба упали. Он говорит, нет, но нам дано задание дать кому-нибудь кредит под 25%. А у него компания большая. А он говорит, я же предприниматель, а не вор. Это разве что взять деньги и сбежать. Он говорит, ну возьмите и сбежите. Для чего им это надо? Ставка рефинансирования они установили 22%. Это потому, что государство берет займы и на это насчитывается 22%. Уже заранее. А дальше надо показать хоть какую-то действие. Поэтому государственные банки получили команду любым путем найти, кто возьмет эти кредиты по 25%. Чтобы показать хоть какое-то движение. Поэтому сейчас все нереально. Нужно смотреть на один показатель для людей. Потому что мы для людей-то вещаем, а не для отчетового правительства и поскалозубить о том, как они неправильно делают. А люди должны смотреть. Свобода передвижения денег улучшилась. Свобода передвижения товаров улучшилась. Свобода передвижения людей я вообще молчу. 15 миллионов мужчин загнать в рабство это надо умудриться. Поэтому все. Идет экономический коллапс. Украинская экономика не работает. Министр финансов бьет мимо клавиш. Он играет не на нашем рояле, а возможно клавиши уже продали. Поэтому политической воли исправляться нет, но Запад заставит. Потому что этот загон в долгах он закончится тем, что будут насаждать свое европейское правительство. Или проевропейское. А если абсолютно не просчитана стратегия, не просчитана экономика, цифры ничем не подтверждаются, никак не играют вообще. Это свести невозможно даже для простого экономиста, получившего высшее или среднее образование экономическое. То в этом случае как же помогать Украине на будущее? Или просто так вот без какого-либо стратегического развития просто помогать, а там будь что будет, это неправильное? Они выбирают целевые займы и они целевыми займами дают. Вот это Министерство обороны, вот это на поддержание, чтобы зарплату заплатили государству, государственные расходы. По сути Запад начал финансировать исключительно государственные расходы. Но меня поражает, что Запад не контролирует, не ставит задачу сократить их вдвое. Он как бы поддерживает старую систему государства. Это говорит о том, что финансовым спекулянтам, вот этим поросятам на скотном дворе очень комфортно, они хорошо устроились. Жирные стали, толстые, хрюкают себе, кормушка есть, проценты получают. То есть ведь ужас заключает в том, что бюрократ бюрократа хорошо понимает, потому что его не интересует результат, его интересует процесс. В данной ситуации процесс получения для финансовых спекулянтов денег работает, они получают, займы идут, целевые, своим бюрократам они, странам они объясняют, мы помогаем Украине, а Украина своим избирательным мы получаем помощь. Это закончится тем, что Украину обвинят еще больше в коррупции, а они скажут, ну видите, мы им все дали, они украли. Хотя, ну, если ты ложишь кошелек на дороге, на лавочке и уходишь, наверное, его украдут, да? Вот в данной ситуации с Украиной происходит то же самое. Они дают деньги людям, которые все равно украдут. С того списка задач, который был поставлен, практически сейчас расходятся по рукам и это все обсуждение, я выписал экономические требования, которые они написали. Это наблюдательные советы на госпредприятиях, более жесткий контроль и более серьезный отбор. Потом дальше идет арма, контроль над тем отобранным имуществом, которые отобрали у Российской Федерации или у людей причастных к этому. Антимонопольное законодательство и создание нового комитета, либеральная тарификация во всех коммунальных платежей вода, свет, газ для того, чтобы это было более прозрачно, расчетная палата аудит, БЭП и наведение на таможне порядка, чтобы все проходило без серых схем. Этой экономикой пахнет вообще или что это такое за требования к государству Украины? Ну, правильные требования с одной стороны. А с другой стороны, если на таможне все заплатят 34% экономики не будет. Но на самом деле контрабанда поддерживает хоть какую-то жизнь в экономике. Она обходится 10%, 15%. А 34% платить никто не будет. Дальше, то, что коммуналку, это же не защита граждан прозрачная. Их интересует повышение цен на коммуналку. Потому что их компании, в том числе добытчики солнечной энергии, нам зеленой, 5, там и 5 гривен получают. По сути, если каждый пункт ты разложишь, эти пункты очень интересны финансовым спекулянтам. Но, наверное, это их калька. Пока здесь все с свиньями не покроется финансовыми спекулянтами, поросятами, давай назовем их не хряки, а домашние поросята. Вот они покроют все, остальных вытесняют. Когда это произойдет? Но это же, наверное, проблема не внешних этих людей, которых командует нами, это, наверное, проблема наших элит и нашей страны, что мы сами не готовы выработать правила и навязать или предложить хотя бы эти правила миру для того, чтобы поднимать экономику в Украине и навязывать свои. Нет экономического или политического предложения Западу, как быстро Украине восстановиться и стать богатой страной. Это предложение мы не выносим. А западная бюрократия, она действует, она понимает язык финансовых спекулянтов, западной бюрократии. Они действуют правильно по отношению к богатому обществу. То есть вот там, где ВВП от 20 до 50 тысяч долларов на душу населения, это все работает на самом деле. И финансовые спекулянты под контролем, и правительство сытые, там все сытые ходят. Каждый на своей ветке сидит. И большие капиталы функционируют нормально. А в нашей экономике оно не функционирует, потому что население не работает в такой системе, оно выключено из процесса. Но мы же не шьем штаны, правильно? Мы не шьем кофты, мы не выпускаем патроны, мы вообще ничего не производим как частники. потому что мы только в потоках участвуем как-то, что-нибудь отодрать от государства или что-то продать государственному чиновнику или армии на каких-то поддельных конкурсах, закупив это хоть в Китае, хоть в Европе, неважно где. Короче, украинцы начали работать скорее прокладками, чем предпринимателями. Предпринимательский бизнес сейчас ушел в очень такое бытовое. обслуживание в столицах, там рестораны, кафе, ремонты, вот это все. А такое вот, его просто не существует. Но это же тогда получается не бизнес, это не предпринимательство. Мы видим о том, что у нас поток идет в Украину, это импорт. Импорт, который практически заходит сюда. На этот импорт мы накладываем 34,5%. Дальше этот импорт мы завозим сюда и распространяем по стране. При этом все мы опять НДС, опять накладки, опять сверху какие-то налоги, которые забираем с этого импорта в то бюджет. А потребителем этого импорта являются как раз государственные чиновники, служащие и военные. Потому что деньги остаются только у них. То есть на этой экономике вот, но это же как для простого экономиста про все понятно, что эта схема не рабочая для государства. И здесь же предпринимательства и бизнеса нет. Юра, для государства оно рабочее любая схема. Потому что государство не живет в экономических реалиях. Особенно наши постсоветские государства. Это не рабочая схема для граждан. Граждане в этой схеме не нужны вовсе. То есть нужны рестораторы, нужны парикмахеры, нужна ремонтная база для того, чтобы чиновник жил. Потому что он без них. И основная масса предпринимателей, потому что что такое предпринимательство? Это перетаскивание денег из менее маржинального бизнеса в более маржинальный бизнес. Предприниматель рассматривает это очень просто. Там, где я заработаю больше, там и я. Если ты на возврате НДСа зарабатываешь больше, зачем тебе бизнесом заниматься? Ты создаешь некий продукт, становишься прокладкой. Вот все предприниматели ушли в прокладки. У нас прокладка решала чиновник-прокурор. Прокладка решала. Сейчас даже наших отечественных предпринимателей не надо называть предпринимателей. Это прокладки. Он либо прокладка, как малый бизнес, вот этот на пяти процентах сидит, он либо прокладка, как временно зарегистрировал предприятие, чтобы прогнать деньги чиновника или государства, он как прокладка, чтобы поучаствовать в тендере, он как прокладка, он ничего не производит. Вот прокладка такая, крупная такая, жирная прокладка, розенблат. Вот он взял 800 миллионов, ему договорился, наверное, дал откат 100 миллионов. На эти 700 оставшихся миллионов он соорудил, взял обязательство создать дроны. Создал четыре, из них три не летает. Отчитался. Вот прокладка сработала. Я думаю, что половину он умыкнул себе, куда-то сложил вовшор. Вот прокладка розенблат. Можно назвать его предпринимателем? А наверняка, я же помню, он мне за эти дроны рассказывал. Я говорю, какие дроны в Житомире у розенблата? Летчик-космонавт, что ли? Ну, министерство с обороны дало ему денег. Там по-шински выплывает прокладка, крупная прокладка. Оказывается, закупал в обороне товар на материальные цены. Сколько таких прокладок? Все прокладки. И плюс к ним добавляются еще финансовые спекулянты, через которых проходят типа помощь для Украины. Ну, финансовые спекулянты хрюкают, как поросята-соросята, а эти тратят деньги, антикоррупционные органы работают, Шабунин доволен, кого-то обязательно посадят. Здесь как рулетка. Ты можешь, попав в Министерство обороны, стать миллионером, но можешь и сесть. Что, может быть, и произойдет. Сейчас очень много антикоррупционных органов, которые хватают все подряд. Плюс идет СБУ, и прокуратура вместе с ДБР охотятся за деньгами. Мы видим, как они сейчас разрывают тело Коломойского. Но вся эта система довольно-таки неплохо работает, потому что, смотрите, нам же иностранные партнеры будут давать. У нас сегодня, по-моему, 3,2 триллиона гривен бюджет Украины, который наполовину финансируется с наших доноров. То есть, 24 триллиона нам дает якобы США, и 28 триллионов евро нам дает Евросоюз, который будет нам оказывать помощь. То в этой воде, вроде как Коломутной, можно довольно-таки неплохо устроиться, и здесь и выборы не нужны, и окончание войны не надо, но ведь иностранные государства видят, что при таком бардаке пора наводить порядок, или пора как-то вмешиваться, иначе можно как-то завесить эти деньги и не выплачивать их. Или они будут все-таки помогать? Нет, они приведут нашу страну в дефолт. Сюда зайдут западные корпорации, смотрящие уже назначены. В принципе, для Украины это лучший выход. Есть лучший выход финансовый рай 5-10, это для граждан. А для государства и изменений в стране, наверное, все-таки зайдет. Короче, огромная рыба съест эту маленькую рыбу, и все. короче, мы, наверное, заканчиваем свое независимое существование. А его, наверное, и не было так толком. Но оторвавшись от России, наверное, у Украины, как у государства и страны, не хватило сил на самостоятельную международную политику и на самостоятельный выбор лучшего пути. поэтому пошли простым, оторвались от одного пана, легли по другому. Получается, более богатого, более человечного, можно сказать, более контролирующего. Наверное, они уничтожат коррупцию. Наверное, из Украины уедет еще десяток миллионов в Европу, в Америку, куда там. Ну, пустующие земли их устраивают. Западные корпорации на территории Украины люди особо не нужны. Во всяком случае, для того бизнеса, который они затеют. Ну, например, сельское хозяйство. Там людей надо пару процентов от существующих. Второе, комбайны будут электризованы, это все крупное хозяйство будет. Крупные зернотрейдеры вытеснят всех фермеров с рынка вообще напрочь. Дальше, военную промышленность они наладят, но это будут западные немецкие концерны, которые будут использовать нашу дешевую рабочую силу для сборки. То есть, нам уготовлена жизнь третьей страны. Ну, самой бедной в Европе. Получается так, что речь идет сейчас о полностью абсолютно контролируемом внешнем управлении нашим государством, если сами мы не смогли на какой-то сделать на какой-то промежуток времени. И в этой всей истории вы видите так, что это лучше от того, что есть сейчас? Ну да, потому что давление России, оно же сохраняло через коррупционные схемы по газу, по металлургии, по вхождению во все бизнесы. И Путина, почему на нас напал скотный двор? Потому что разрушились схемы. Он считал, Украина такая же коррумпированная страна, как и Россия, она такая и есть. И через нашу коррумпированную элиту он осуществлял фактически управление государством. То есть не вступление в НАТО, ну, не вступление в ЕС, как при Януковиче было. Потом что-то пошло не так. Начали больше давать денег западные партнеры, сарасят прислали, антикоррупционные органы, повышибали. Путин пришел войной, потому что ему бизнес нарушили. На самом деле он же действует как рейдер-бизнесмен, захватывая территории, на которых предположительно будущий газ будут добывать, ресурсы заложены. Люди ему нужны? Нет, люди ему тоже не нужны на этих территориях. Но в нас входит Европа. Хорошо это для нас, но лучше, чем Россия. Вот я могу что сказать. И мы возвращаемся к тому, что речь идет только о снятии дань с данной территории. Дани в виде налогов, Дани в виде денег, сырья или человеческих ресурсов. Ну, вытягиваются люди в центре Европы. Там люди нужны. Там нужны высокоорганизованные с мозгами кадры. На периферии они не нужны. На курортах они тоже не нужны. Там нужен обслуживающий персонал. Поэтому это будет обслуживающая территория центра Европы. Центральная Европа таким образом сильно укрепляется. укрепляется их банковская система. Вот тот же самый Люксембург, банковский город. У него ВВП 120 тысяч долларов, евро на душу населения. Понимаешь, о чем речь идет? То есть, они де-факто покупают Украину и украинцев. И они будут вытягивать все самое лучшее. Что самое лучшее в современном мире, это даже не ресурсы, это мозги. Мозги они будут забирать туда, сепарировать их. Ну как, мозги сами сепарируются. Есть силы, есть профессия, есть умения, тебя примут в какую-то западную корпорацию. А что здесь на территории? Ну, ресторанный бизнес, парикмахерский, даже науки не останется, потому что наука, наверное, все-таки в Европе в вузах будут получать, потому что наше образование, как выяснилось, нигде в мире не нужно. Поэтому наши люди способны только кирпичи таскать, даже если он был министром. Вот наш министр финансов, он может работать в крупной корпорации западной, его возьмут, а государство берет министром финансов. Поэтому все очень перевернуло. У нас разве кто-то имеет нормальный юридический диплом? У нас все дипломы куплены. Поэтому нормального бизнеса нет, он перекошенный оказался за последние 20 лет в сторону того, что все занялись Решаловым. И когда в ОПС сидят Решалы, ну там две категории, Решалы и организованная коррупция. И держат Зеленского за два яйца. Вот и все. Геннадий Викторович, у нас все-таки армия снабжается иностранными партнерами, но только позавчера Польша заявила о том, что они готовы передать все старое оборудование на армию Украины, если им позволят купить новое. А сегодня мы видим сообщение о том, что Америка предоставляет 2 миллиарда кредита для покупки новой техники. Мы видим о том, что даже Крым уже сегодня Турция готова подписать Швеции вступление в НАТО, если там Америка захочет продавать и F-16. Все-таки армия снабжается, мы становимся сильнее и мы сегодня работаем и у нас есть мотивация в нашей армии. Как вы считаете, возможно ли сегодня какое-то поражение России на поле боя, потому что мы видим, что бюджет России на 40% практически идет на войну. ситуация тоже не самая лучшая в их экономике и если мобилизацию представить в России, то вряд ли сегодня подберутся огромное количество бойцов, желающих идти на фронт, а эти бойцы будут абсолютно неподготовлены. Как вы видите, здесь превосходство все-таки украинских сил над российской армией или его нету? А сколько погибло украинских воинов? Трудно сказать. Да, но нам говорят, что погибло российских 60 тысяч. Я думаю, ранено где-то 200 тысяч. Правильно? Где-то потери россиян где-то 300 тысяч. Ну, доверимся этим цифрам. Война идет очень паритетная. Наверное, один к одному объективными будем. Никаких один к трём, к десяти нету. Значит, у нас гибнет, если из этих цифр исходить за 580 дней войны, 100 человек в день. за село Работино. Теперь простой вопрос. Что считать победой? Потерять полмиллиона жизней и победить в сражении, но они выиграют всё равно войну. С той стороны тоже потеряют 500 тысяч и войну не выиграют. Потому что война идет на территории Украины, но воюют потенциалы. потенциал Европы и Америки не задействует войну пятого поколения. А войной четвертого поколения русских не победишь. Я имею ввиду оружие сейчас на поле боя четвертого 4 плюс поколения. Всё. Другого оружия, судя по всему, по заявлениям, на поле боя не будет. Ф-16 4 плюс. Крылатые ракеты Хаймарсы 4 плюс. С российской стороны будут выставлены редуты даже из третьего поколения. То есть выкопаны рвы, закопаны мины, бесконечные минные поля. И вот у меня вопрос в чем победа. 100 человек в день пока колбасится. я не знаю где победа. И получить в результате этой победы допустим победили, вытолкнули, 500 тысяч потеряли жизней, победили, русские сказали сдаемся, выходим, мы захватили территории, полмиллиона пацанов потеряли и зашли на эти территории и что? Геннадий И всё. А был у нас какой-то другой выбор, другой путь. Мы могли договориться с этими людьми? Ведь никто не хотел войны. С Крыма отступили, Крым сдали практически без боя. Два мирных соглашения по Минску. То же самое пытались избежать. И сейчас никто не хочет нападать на Россию и особенно воевать. Но остановка это же не значит, что они перестанут наступать, обстреливать. Какой мир вы видите? И тем более, когда мы слушаем заявление Лаврова, в одной стороне он сказал, уважаю территориальную ценность Украины. А с другой стороны говорит, мы готовы к переговорам, но речи не может быть о прекращении войны, о прекращении обстрелов. Один скотный двор говорит другому, а был ли у нас выбор? На нас напал скотный двор. Был, конечно, но он не полтора года назад возник. Какой выбор полтора года назад? Наверное, он был 10 лет назад, 15 лет назад. Ведь на самом деле украинцев накачали ненависть. И россиян накачали ненависть. Два государства, два скотских двора накачали ненависть у своей народы. А потом бросают такой риторический вопрос. А был ли у вас выбор, когда вы ненавидите соседа до такой степени, что хочется его убить? А сосед ненавидит вас до такой степени, что хочется его убить? А дальше начинаются провокации. То есть тот сосед, который посильнее, раза в три, четыре, ну, так сказать, большой дурак, начинает задирать маленького дурака. Был выбор у маленького дурака? Ну, не ввязываться в драку. Ну, хотя бы не оскорблят. Ну, хотя бы попытаться договориться насчет чего-то. Ну, хотя бы что-то уступить. Ну, там мелочь у нас же была под уступки брошена. Ну, можно было. Это легче всего заявлять о том, что, а у меня был выбор. Ну, ты выходишь, у тебя был выбор с Кличко на бой в ринг. У тебя был выбор. Ну, не выходить в ринг, да? А ты вышел в ринг, он тебя бьет, а у меня был выбор. Уже нет. Уже выбора нет. Всегда надо же, наверное, просчитывать все-таки, о чем это закончится. Ну, просчитали так, что он не нападет. Это же была наша, и моя уверенность, что не нападет. Правильно? Ну, кто обсчитался? Там мы обсчитались. Напал. Выбора уже нет, да. Но есть ли выбор сейчас? Все равно есть. Есть выбор войны и конфронтации, и отказа от переговоров. Ну, то, что Зеленский заявляет, и парламент проголосовал. Никаких переговоров с Путиным. Ну, а мы задаем вопрос, если ты хочешь мира, как президент, а с кем ты будешь вести переговор? Ну, другого нету? Есть у него выбор без переговоров или с переговорами? Он говорит, я не буду разговаривать. Я вам ничего не должен. Я не буду уступать. Теперь уже ситуация такая. Надо исходить из того, что мы теряем сто человек в день. О чем думает Зеленский, когда сидит? Он думает, как он выглядит на фотографиях. Он думает, как ему аплодируют эти 100 человек мертвых в день, вот сегодня они есть, к вечеру их не будет, да? Или к утру. Вот они стоят перед Зеленским, он, если бы он их видел в глазах, говорит, пацаны, идите и умрите за меня, чтобы мне были аплодисменты. А я потом буду отчитываться, сколько у меня погибло, помощь получать. Я даже о таком простом задаю вопрос. А как вы будете выплачивать по 13 тысяч, ой, по 13 миллионов каждой семье погибшего? Ну, если 100 тысяч погибнет? Мы же подсчитали, это 130 миллиардов, да? Ну, с какого бюджета это будет браться? То есть огромное количество сейчас уже накопленных ошибок в прошлом, начиная со времен кто там начал это тявкать? Кто начал межнациональные конфликты внутри страны? Кто попытался заставить крымчан говорить на украинский муви? И они возненавидели все украинское. Не приходит завоеватель просто так. Он же не смог зайти в Киев. Не смог. А на те территории смог зайти. Потому что, наверное, там была местная поддержка. В том числе силовых структур. А что выбирает человек в Донецке, в Луганске, в Крыму? Либо украинский бюрократ с налогами придет и поборами и взятками. Либо российский бюрократ с поборами взятками придет. По большому счету для граждан наших стран ничего не меняется. Они начинают оценивать по-другому, как совки. А при этих дорога построена, аэропорт отремонтирован, мост построен. Ну, логично? Логично. И открыть нечем. Поэтому это неправильный вопрос, а был ли у нас выбор. Вообще опросом говорит, какая мне разница, кто там наошибался. Они на своем историческом периоде, а я что, не ошибаюсь в своих прогнозах? Все ошибаются. Но если вот сейчас на сейчас, то есть то, как сложилось, мы уже увидели количество помощи западной, мы уже увидели разорение экономики вдвое упало, мы уже видим, что коррумпированное государство только разрослось во время войны, мы видим избиение военкомов своих людей, и мы находимся в процессе, вот каждая семья, каждый человек, каждый молодой человек находится в процессе принятия решения, нахрен мне это государство, то, что оно не защитило, то, что оно не помогло, то, что оно не спасает, оно только убивает. А президент сидит и говорит, а я не буду разговаривать. Что значит не буду? Иди разговаривать. Вы выберите меня, я буду разговаривать. Но вы же выбрали вот это недоразумение. И что, граждане не должны нести ответственность, чтобы посчитали, что президентом может быть кухарка, клоун, шут. Какая разница? Им же все равно, за кого голосовать. А вот оказалось, не все равно. Оказалось, политик это тоже профессия. Что политический процесс идет, люди в этом должны хоть чуть-чуть понимать. Но люди что, 95-й квартал теперь управлять будут? Ну, поуправляли. Война. Очень резко поуправляли. Даже Порошенко в этом плане должен отдать ему должное. Забалтывал, убалтывал, заключал какие-то договора, не выполнял их, но войны не было. Войну скорее использовали, да, идут там какие-то стрелковые поражения, но с приходом вот этого россияне, которые, кстати, вложились в избрание Зеленского, кто агитировал за Зеленского нам. Россияне, российские СМИ, все олигархи, включая Медведчука, все каналы кричали Зеленский, бог. Шарик кричал на каждом из каждого утюга, что выбирайте Зеленского. Когда он пришел, что ожидал Путин за такую помощь великую и вложение в Украину? Ожидал, что он с ним будет разговаривать. Ну, тот взял ему в лицо, плюнул, сказал, я с тобой не буду пляшивы разговаривать. А сейчас мы говорим, а выбор есть? А зачем ты плевал в пляшивов? Одновременно с нашими конфликтами возникали конфликты на других территориях. Но вот на остатках Советского Союза в принципе возник конфликт на Горный Карабах, Азербайджан, Армения. С 93-го года это все там продолжалось. И сейчас вот таким Пашинян таким вот образом решил его завязать. Это было правильное решение не вступать в конфликты, в бой, в сражения? Или это в принципе отказ России не готовым быть еще на одном фронте с Азербайджана вступать сейчас в вооруженные конфликты? Чем закончится вот этот конфликт Азербайджана Армении? Потому что почему-то россияне относятся сейчас к Пашиняну как предатели ОДКБ? Ну он проигравший поэтому он со всех сторон предатель со всех сторон виноват но мы тоже Пашиняна должны рассматривать как шоумена люди взяли в Армении выбрали человека который не политик журналист с рюкзачком бегал кто его туда ставил кто за ним прицепил этих всех сарасят кто там кто его поддерживали русские я не знаю но не важно важно я рассказывал в одном из своих эфиров как у меня беседа с двумя армянами произошла в Майами они обсуждают горячо какой классный Пашиняна я поворачиваюсь спрашиваю а что он вам предлагает обещает он хороший парень классный он я говорю что он вам предлагает ничего он не предлагал как и наш везде где шоумены приходят к власти и начинают через социальные сети оскорблять соседей крупных короче выходить каждый день во двор и дразнить большого дурака ну признай что Россия большой дурак дебил как хотите их считать государство военное вечно воюющее но это же все мы знали но все общество настроили так что можно в него камни бросать можно его оскорблять что хочешь делать вообще с ним не вести беседы на протяжении веков наверное всегда ну тебя избирают да ты ведь едешь к самому крупному своему соседу узнакомиться наш президент отказался от всяких переговоров это говорит о том что некомпетентное руководство приводит к войне социальные сети а мы все жертвы социальных сетей красное словцо где можно обматюкать выругать приводит к конфликту вначале словесному потом идейному потом обесчеловечивание происходит у нас же произошло обесчеловечивание чтобы такую войну вести обесчеловечили русских и они обесчеловечили украинцев они для нас орки а мы для них хохлы предатели вот был ли у нас выбор был но давно забудьте о том выборе он уже все тут точно не выбор мы не вернемся в состояние какого там подписания в 15-м году в 14-м да подписание какое-то произошло мы уже туда не вернемся я думаю что сейчас целью Путина и он получил даже возможности силы это делать у него есть куда продавать углеводороды а значит пополнять казну он стабилизировал общество они верят в победу его и хотят наказания предателей ну какими они считают украинцев и наверное он закрепляется так чтобы прихватить коридор в Крым и мы лишаемся моря но с другой стороны стоит мы можем воевать до царя панька вот сейчас нам дадут хаймерсы длинные там на 300 километров потом еще что-нибудь дадут потом 16 дадут но задаешь а уйдут они потому что для россиян это региональный конфликт спецоперация остается а для нас это бомбы в Киеве то есть видишь разницу для них это даже не война они еще и не воюют де факто в какой-то перспективе мы с вами можем говорить об экономике о развитии об идеях ну то есть отойти вот этих тем которых есть сейчас но и обсуждать их нельзя потому что это то что болит сейчас нас все граждан Украины это то что болит меня моих друзей моих знакомых или это все туманные перспективы на будущее которое не показывает время когда мы поможем приступить к обсуждению чего-то другого чего-то иного мы погружаемся больше в этот мрак и трудно спрогнозировать потому что как-то логически представить развитие событий сейчас очень сложно в экономике в войне и в развитии отношений ведь многих сейчас еще и выборы Америке выборы на носу им вроде война не надо в двадцать четвертом году и в Польше нашего соседа выборы каждый высказывает политик свое мнение когда вы видите какую-то перспективу что наше настроение и наша суть разговора может измениться но во-первых унизительный мир и увольнение из армии приведет к тому что будет очень много недовольных будут считать военные во всяком случае патриотические настроенные силы будут считать что их предали предали европейцы предали американцы предали но особенно команда Зеленского они обречены все эти недовольные пойдут в Киев потому что на те территории никто не вернется там нельзя жить на западную Украину там нечего делать они значит все сойдутся в Киев в Киеве начнется буза наверное мы стоим на пороге третьего майдана не на пороге а так уже приближаемся третий майдан наверное будет больше военный с оружием они кто-то будет кто-то без оружия но именно там будет решаться вопрос какие идеи поднимет майдан потому что моя надежда как революционно настроена что майдан третий во первых он будет более кровавый наверное но уже со сносом не личностей вот первый майдан это был снос одной личности Януковича и Кучмы то есть замена фактически на Ющенко второй майдан это был уже снос верхушки всей все Януковские побежали со стороны третий майдан наверное все-таки я надеюсь что будет с разрушения старой конституционной силы потому что вот эта постсовковая конституция нас привела к вот этому ужасному итогу и там могут включиться новые идеи что майдан приведет к власти какого-то диктатора который волевым решением наверное будет сносить администрацию президента вообще как ненужную возможно более резко будет сокращать министерства ненужные карать чиновников разрушать старую мафиозную структуру судов иначе если она удержится смысла никакого нет поэтому если там появятся экономические лозунги вот в чем сила нашей партии что мы все-таки продвигаем и продолжаем продвигать финансовый рай финансовый рай очень понятен солдатам и возможно его подхватят как идею вот чем он проще чем понятней тем он может вдохновить общество на вот эти кардинальные изменения собственный путь вот третий путь не в Россию не в окончательно в Европу нам без визы пока хвалят а разбогатеть на собственной территории освободить своих граждан от налогов и дать зарабатывать на территории ну а это надо убрать государство с головы эта революция может привести к постулату тому что экономика может управляться рынком а не государством теоретически да все зависит от того диктатора который заскочит в ну там премьер-министром станет диктатором кто захватит всю власть очень будет зависеть у нас государство сильно страна очень зависима так как мы наследники постсовка от первого лица вот этакий военный Горбачев который нацелен на свободный рынок вот в принципе или его еще таких диктаторов называют богом посланный диктатор такими были Ликванью сколько там 50 лет был такими диктаторами там в Дубаях является принц такими диктаторами даже вот там Франко был богом посланный диктатор который своему народу будучи диктатором приносил свободу и контролировал свободу ну то есть он контролировал чтобы она была вот удивительная связка диктатуры жесткого подавления и даже коррупции в верхних расшелонах власти ну я имею ввиду первых лиц а при этом они всем остальным давали максимум свободы вот Ликванью абсолютный диктатор но вниз он смотрел рынок должен быть свободным вот диктатор рыночник мы его так назовем вот даже можно заголовок что нам нужен диктатор рыночник ту перспективу рыночного диктата который сейчас описали но это не самая плохая перспектива но и она дает надежду на лучшее кровь самая плохая в этом что прольется если первый майдан было пару поломанных пальцев у студентов и то из-за того что они совали их не туда куда надо а второй майдан это уже небесная сотня а третий майдан я не знаю сколько потому что вырывать с корнем придется министерство министерство которое расположено на хрящатике возможно разрушать частично судебную систему коррупционную то есть резкие изменения в том числе разрушение ненужных ветвей власти неконституционных возможно изменение конституции резкое это кровь потому что у этих пацанов которые сейчас засели в государстве очень большие ресурсы особенно у ментов прокуроров но эти правда перебежчики военные конечно им быстро рога поломают но вот военный диктатор у меня большая надежда я думаю что в моей жизни это последняя надежда военный диктатор рыночник спасибо тогда на этой надежде мы с вами попрощаемся пожелаем вам тоже всего доброго и ждем ближайших встреч с вами на беседы спасибо да